Здравствуйте! Как обычно, в это время вы смотрите старты и финиши, передачу о спорте, обо всем, что с ним связано. И вот, что мы предлагаем вашему вниманию в ближайшие 13 минут эфирного времени. Готовимся к предстоящей Олимпиаде. Кому из белорусских представителей конного спорта под силу попасть в Лондон? И что для этого уже сделано? Футбольный клуб «Гомель» в 30-м туре не смог сломить сопротивление абсолютного аутсайдера чемпионата Могилевского Днепра, пока команда Олега Кубарева за пределами медальной зоны. Насыщенный дайджест спортивных событий и не менее интересный международный турнир в Речице. Подробности всего этого в сегодняшнем выпуске программы. 269 дней остается до старта Олимпийских игр в Лондоне. И мы продолжаем знакомить вас с событиями, так или иначе, связанными с предстоящей Олимпиадой. В сегодняшнем выпуске еженедельника речь пойдет о белорусских спортсменах-конниках, а если точнее о троеборцах. В числе претендентов на участие в главном старте четырехлетия и гомельчанин Александр Фоминов. Период отбора на Олимпийские игры 2012 в Лондон у мастеров конного спорта начался 1 марта. Завершится он тоже 1 марта, только будущего года. Среди белорусов наиболее реальные шансы пробиться на Олимпиаду как раз таки у представителей Троеборья. Для завоевания лицензии им нужно принять участие как минимум в пяти стартах уровня трех звезд. К тому же в Троеборье набор очков в рейтинг возможен на каждой лошади спортсмена. В этом сезоне белорусские конники уже выступали на пяти трехзвездочных турнирах. В апреле в польском Сопоте, где, кстати, свою копилку квалификационными баллами смог пополнить только наш Александр Фоминов. Вторым стартом были соревнования в Москве. В августе состоялся трехзвездочный турнир в Ратомке. Александр участвовал в двух и трехзвездочных единоборствах. В первом он вышел победителем, набрав высшее количество баллов, а вот в самом важном трехзвездочном заезде лишь 15 место. В сентябре белорусы выступали в России, а в октябре в Голландии. По итогам этих стартов наши спортсмены лишь укрепили свои позиции в олимпийской квалификации. В случае, если в Лондон отберутся сразу три белорусских представителя, наша страна получит право заявить на Олимпиаду композитную команду. Так что от чистого сердца желаем ребятам удачи. Правда, далеко не всегда благополучный итог зависит лишь от них. Лошади, на которых я выступаю, ну, к сожалению, на сегодняшний день лучше не могут. У каждой лошади есть свои проблемы. То есть некоторые лошади у них проблемы с психикой, с нервной системой. Они очень заводятся на соревнованиях, поэтому не всегда удается показывать максимальный результат. Тем временем Оргкомитет Олимпийских игр 2012 года презентовал медали, которые будут вручаться победителям и призерам соревнований. Изготовлены награды будут королевским монетным двором из металла, добытого в США и Монголии. На медали круглой формы помещен логотип игр в квадрате, который обрамлен лучами. На оборотной стороне изображена богиня победы Ника, олицетворение духа Олимпийских соревнований и река Темза. Медали диаметром 85 мм и толщиной 7 мм весят около 400 граммов и являются самыми большими в истории. Всего за 16 дней главных стартов четырехлетия будет вручено более 2100 медалей в более чем 300 соревнованиях. Гомель по итогам 30-го тура оказался за пределами медальной зоны. Команда подписала очередную, 15-ю в сезоне мировую. А вот прямые конкуренты гомельчан в борьбе за награды, Минская Динамо и Солигорский Шахтер свои матчи выиграли. Таким образом, теперь уже подопечные Олега Кубарева встают от третьего места на одно очко. В минувшем туре Гомель не смог сломить сопротивление абсолютного олдсайдера чемпионата Могилевского Днепра. На старте поединка соперники больше присматривались друг к другу, чем шли в атаку. Лишь на экваторе первой половины возник стоящий эпизод. Алексеевич остался лицом к лицу с Панкратовым. Голкипер оказался чуть порасторопнее. Могилевчане ответили незамедлительно. Проход Козлова по левому краю венчался навесом ударом, который едва не залетел за шиворот Бушме. На исходе получаса игры подопечные Олега Кубарева получили право на перспективный стандарт. В отсутствии Лисового, который осмотрел матч вместе с семьей с трибуны, исполнять штрафной вызвался Стасевич Панкратов, угрозу отвел. Пожалуй, это все, что было интересного в первой половине матча. Обоюдал острый, наверное, интересный игрок для зрителей, для болельщиков. И результат матча, я считаю, закономерным. Второй тайм могилевчане начали прижавшись к своим воротам. Правда, дивиденды из этого гомельские футболисты смогли извлечь лишь за два десятка минут до финального свистка. Активность проявил Илья Алексеевич. Один из его ударов с 25 метров отразил голкипера, второй выстрел на себя приняла крестовина. За 10 минут до окончания поединка Кубарев влил в команду свежую кровь. Павел Платонов заменил Сергея Матвеевича. Чуть больше пяти минут понадобилось свежему футболисту, чтобы весь стадион в один миг поднять на ноги. Это Данилов из последних сил убежал от двух защитников, а затем выдал ювелирную передачу Платонову, который раскрасил эпизод еще ярче. Ложным замахом он усадил Панкратова на пятую точку и элегантно катнул мяч в сетку. 1-0. Дожимать оппонентов в одночасье хозяева не решились, а может не хотели. За что были наказаны. Стасевич обрезался в центре поля, могилевчане полетели в контратаку, последовал навес фланга. И Зинькович без помех со стороны Степанова расстрелял Бушму. 1-1. Как ожидали тяжелый получился матч, мы создали много моментов ворот соперника и создали один момент у своих ворот. Ну и получили 1-1. Обидно, но что делать. Ошибки на ровном месте детские, я их не исправлю. Хозяева на всех парах бросились отыгрываться, но на этот маневр не хватило уже ни сил, ни времени. Днепр, что называется, Гомель подтопил. Правда, на тот момент команда этого не знала. Первый вопрос на пресс-конференции задал Олег Кубарев. Кто-нибудь знает, когда играли соперники? Ответ, понятное дело, положительных эмоций наставнику не добавил. Гомель пока лидерующую тройку покидает. В норвежском Бергене Жлобинский Металлург шагнул во второй раунд волейбольного Кубка Вызова. А Гомельский БЧ в чемпионате страны по мини-футболу выяснял отношения со своим самым принципиальным соперником, столичным Мопидом. Кто представит наш регион на хоккейном турнире Кубок Полесия 2011 и что на минувшей неделе происходило в ОЧБ? С этими и другими новостями знакомим вас в традиционном дайджесте событий. В воскресенье состоялись ответные матчи первого раунда волейбольного Кубка Вызова. По результатам этих встреч у бобелорусских клуба продолжают борьбу за главный трофей. Гродненский коммунальник в Румынии одолел Клуш 3-1, а наш Металлург не оставил шансов норвежскому Нюборгу. Причем на его же площадке тоже 3-1. Теперь подопечник Игоря Загорцева во втором раунде престижного евротурнира ожидает непростой соперник. Пятая команда Польши прошлого сезона – Политехника из Варшавы. Напомним, в прошлом сезоне Столивары добрались до 1-8 финала Кубка Вызова. Классико белорусского мини-футбола прошло в Гомеле в минувшее воскресенье. Местный клуб «Белорусская чигунка» принимал действующего чемпиона – столичный мопит. Для гомельчан это был чуть ли не единственный вариант уцепиться за золотые награды и не упустить литильмаш с мопитом в отрыв. Сделать это дружине Эдуарда Деменковца не удалось. Железнодорожники били с домостроителями наравне на протяжении всего матча, но немного не дотерпели. При счете 2-3 гомельчане сняли вратаря и в итоге получили еще две пробоины. Итоговый счет 2-5. Жлобинский «Металлург» уходит в уверенный отрыв в чемпионате страны по хоккею. Подопечная Василия Спиридонова учинили разгром над клубом из Лиепая – 7-0. А вот гомель отстает остальных волков уже на 4 балла. В поединке против все тех же латышей рысь одержали победу лишь в овертайме – 5-4. Таким образом, ледовую дружину Андрея Скобелки в турнирной таблице уже обогнал Неман. До 3-го ноября в ОЧБ наступает затишье. Продолжение хоккея. Главный тренер сборной Белоруссии Карри Хейкеля определился со списком кандидатов в национальную сборную на Кубок Полесья, который пройдет в Гомеле с 10 по 13 ноября. В данный момент в списке значатся 34 фамилии. Среди потенциальных игроков сборной страны – 6 хоккеистов Гомеля – Филичкин, Качан, Мусиенко, Николаев, Синкевич и Соломонов. Кроме того, под знамены национальной команды вызван и квартет из стана Стальных Волков. Планируется, что Жлобинский Металлург на Кубке Полесья представит голкипер Мельчаков, защитник Казнадей и пара форвардов Осипов-Дудко. Напомним, что в аналогичном прошлогоднем турнире сборная Беларуси заняла второе место. В этом году в борьбу за трофеи вступят 4 команды. Дания, Беларусь, Россия, Словения. 50-летний юбилей своего учреждения на минувшей неделе отпраздновали сотрудники специализированной учебно-спортивной школы номер 3 по водному полу города Гомеля. За годы своей деятельности школа воспитала не одно поколение призоров и победителей международных соревнований, профессиональных спортсменов и тренеров. Копилки спортивных достижений, медалей и кубки различного достоинства. Из этих стен вышла олимпийская чемпионка Барселоны по плаванию Елена Рудовина. Да и нынешние воспитанники школы отдают себя спорту без остатка, чтобы достойно отстаивать честь страны на континентальных и мировых первенствах. Речица на минувшей неделе принимала сразу два международных юношеских турнира по мини-футболу и футболу. Участие в соревнованиях принимали юноши 1998, 2002 и 2003 годов рождения. Подробности в нашем следующем материале. Нынешние турниры объединены под названием Кубок строителей 2011. В честь нашего региона на этом ответственном детско-юношеском старте защищали команды Речицы, Мозыря и Гомеля. Кроме них Беларусь представляли дружины из Минска и Орша. Всего на протяжении трех дней за победу боролись 13 команд из Беларуси, России, Эстонии и Литвы. Здесь не приходится говорить о мастерстве или тактических навыках юных футболистов, ведь самым маленьким из них еще нет и семи лет. Правда, этот факт лишь добавляет бескомпромиссности и зрелищности соревнованиям. Борьба и на паркете, и на футбольном поле кипела нешуточная. Бывало, что в ворота друг друга оппоненты забивали по пять и даже семь мячей. Хотя чаще до самого финального свистка не было понятно, кто все же выйдет победителем. В первую очередь это физическая подготовка, это проба своих сил на серьезные подготовки. Для них это серьезные международные соревнования. Плюс это общение с людьми, с детьми других стран по большому счету. Это в целом политический вопрос, как и дружба между народами, если по большому счету. Еще одна и, пожалуй, главная цель подобных соревнований – популяризация футбола и привлечение в этот вид спорта как можно большего количества детей. Ведь именно в массовости кроется успех. Чем больше детей будет заниматься, тем большему количеству из этих девчонок и ребят удастся добиться успехов, что явно пойдет на пользу белорусскому футболу. Турнир даст возможность нашим мальчишкам и девчонкам посмотреть красивую игру. И, конечно, это соберет еще больше наших детей в школах. У нас 27 школ, которые в области культивируют футбол. 27 школ. Свыше 5000 человек занимаются в этих школах. И мы, конечно же, ожидаем, потому что строим много футбольных полей, базу создаем, ожидаем, что массовость футбола выросла как минимум раз в 10. Тогда это будет еще более интересно для общества. На дебютном для Речицы из страны турнире свою гегемонию по итогам соревнований установили наши западные соседи – литовцы. Команды из этой страны праздновали успехи в футболе и в мини-футболе. Вторыми в обоих видах стали представители Гомельской дюжды СК. Третье место поделили команды из Речицы и Москвы. На этом наша программа завершена. В следующий раз старты и финиши выйдут в эфир лишь через две недели, 15 ноября. А пока я с вами прощаюсь. Любите спорт, следите за ним и будьте здоровы. Удачи в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин